Ровно в год введение рекомендации ЮНЕСКО «Сохранение фольклора» в 1989 году на общественных началах был основан единственный в мире музей музыки и фольклора народов Якутии. Основателем музея является музыковед Народная артистка Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Российской Федерации Аиза Петровна Решетникова. В этом году музею, экспонирующему нематериальные устные памятники культурного наследия коренных народов Якутии, исполнилось 30 лет, сотня его преобразования из общественного в республиканский. Музей музыки и фольклора народов Якутии – это храм, где хранятся наследия материальной и духовной культуры коренных народов Якутии. Миссией музея является сбор, хранение, изучение, возрождение, пропаганда накопленных наукой знаний о традиционной культуре коренных народов Якутии, устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, которые соответствуют положениям конвенции об охранении материального культурного наследия, принятые 17 октября 2003 года. Это сбор, хранение, изучение, пропаганда, популяризация накопленных наукой знаний о традиционной культуре коренных народов Якутии. И помимо этого еще пропагандируем, изучаем самодеятельное музыкальное искусство и профессиональное музыкальное искусство Якутии. Исходя из миссии нашего музея, по сегодняшний день наш музей ведет следующие виды работы. Ну, первое, вот вы зашли в наш музей и работают два зала. Первое, это постоянная экспозиция. Называется зал и посвящен музыкальной этнографии коренных народов Якутии. Здесь у нас показана материальная духовная культура якутов, эвенов, эвенков, чукчей, долган, юкагиров, русских сражев. И второй зал у нас для передвижных, для временных выставок. В год по госзаданию мы организовываем 22 выставки. Это по юбилейным датам дающиеся деятели культуры и искусства Якутии и знатоков, носителей, фольклора, мастеров декоративно-прикладного искусства. Помимо экспозиционно-выставочной деятельности в музее действуют следующие проекты. Первый проект называется Виде-мемуары выдающихся деятелей культуры и искусства Якутии и знатоков, фольклора, носителей фольклора. Мы собираем материалы, на виде снимаем. На сегодняшний день этот проект вообще работает у нас с 2005 года. И на сегодняшний день записаны нашими сотрудниками более 200 видеопортретов, которые хранятся в нашем фонде и в фонде аудиовизуального центра. С 2008 года в нашем музее действует такой шикарный проект, как музейные видеэкспонаты. Вообще, если даже представить, что устное наследие не повесишь на стену, не поставишь в витрину, да, и поэтому устное наследие, чтобы показать, мы начали создавать музейные видеэкспонаты. Сама идея, конечно, принадлежит нашему идейному вдохновителю Аизе Петровне, основателю нашего музея. Научно-просветительская деятельность музея многогранна. Развитые лектории позволяют учесть интересы публики разного возраста в разных темах и вопросах традиционной культуры. Лекции сопровождаются показами видеоэкспонатов. Весомым вкладом музея в изучение духовного наследия народов Якутии является организация проведения четырех международных конференций. Например, международная конференция фольклор палеазиатских народов стала кочевой. Ученые, оценив потенциал, стали проводить ее ежегодно. В 2019 году она была проведена в городе Южно-Сахалинск, где музей был приглашен в качестве почетного гостя. Музей также планирует провести в 2022 году вторую международную конференцию «Шаманизм как религия. Генезис, реконструкция традиций» к 30-летию со дня проведения данной конференции. В 2024 году вторую международную конференцию «Музыкальная этнография Тунгуса-Манчжурских народов». Музейные видеэкспонаты — это анимационные, документальные, музыкальные. Научно-популярные фильмы. На сегодняшний день созданы более 60 таких фильмов. Первым кинематографическим детищем нашего музея является первый в нашей республике полнометражный мультипликационный фильм «Паланхо» Платона Алексеевича Айунского «Нюркун Буатур Стремительный». А он у нас на семи языках. Якутский, русский, английский, китайский, японский, корейский и немецкий языки. Дальше у нас научно-популярный фильм «Якутская свадьба. XIX век» — это научно-популярный фильм. И потом пошло. И на сегодня мы насчитываем более 60 таких фильмов. По народам у нас вот такие созданы фильмы. Допустим, «Медвежий праздник», «Земля времен первотворения», «Маргамул Экен», «Душа поёт». Вот замечательный диск, аудиодиск, песен Акулины Петровны Трайзе Нолгенеч. Нами, уважаемой, любимой Акулины Петровны. 18 октября, вот ровный день её рождения. И очень долгое время наш музей сотрудничал с ней, дружил с ней. И в 2011 году при музее был создан этнофольклорный клуб «Херми Хэджен». И в этом году клуб отмечает своё десятилетие. И мы в ноябре этого года планируем выставку в честь этой даты. Вот это мероприятие пройдёт совместно с этнокультурным центром Индии Алаиховского улуса. Галина Трайзе, это дочь Акулины Петровны, привезёт из Алаихи шитые её мамой костюмы. Галина Трайзе, это дочь Акулины Петровны, привезёт из Алаиховского улуса. Галина Трайзе, это дочь Акулины. Субтитры создавал DimaTorzok Еще в прошлом году мы выиграли грант президента Российской Федерации и был осуществлен такой замечательный проект создания анимационного фильма «Юкагирское сказание о богатыре Эдлвея». Этот фильм прямо в декабре месяце вышел, презентация состоялась. Для «Юкагиров» это такой замечательный подарок, большой подарок был от нашего музея. Находясь при олене, он увидел, как его родителей убили кукупы. Эдлвей вырос, стал неуловимым бегуном, стал силачом. «Когда бродил один, поднимал тяжеленные камни, поездив по разным местам, женился, привез девушку». А также, конечно, создано очень много короткометражных мультфильмов для детей. Документальные фильмы, традиционные музыкальные инструменты Эвенов и Эвенков, традиционная одежда Эвенов и Эвенков, музыкальные инструменты народа Саха. И по выдающимся деятелям культуры тоже очень много фильмов созданы, документальные фильмы. «Так что можете прийти в музей и посмотреть. Сейчас данные наши в виде экспоната все практически выложены на интернет-платформы, так что можете, не выходя из дому, посмотреть». Благодаря научной и организационной работе музея с коренными народами Севера проходят впервые в республике Саха-Якутия возрожденные, реконструированные по научным трудам забытые календарные праздники арктических народов, ныне ставшие ежегодными республиканскими. Это «Встреча солнца», «Светение тундры», «Бакалдын». Поддержанные венскийским народом «Бакалдын» проводятся, помимо Якутии, в других регионах Российской Федерации и Китая, где проживает Эвенки. Это показатели работы музея с национальными общинами, включающие большой список фольклорных мероприятий с широким охватом общественности, возрождением народных игр и танцев. Работа по развитию эпического сказительства имеет результатом создание монографий, обучающих мастер-классов по Алан-Хо в видеоформате. Продолжается создание устного пособия по исполнению эвенкийского эпоса, каждый экземпляр которого станет точкой возрождения эвенкийской сказительской традиции, которая в настоящее время утрачена. Пособие – это практическое пособие, которое будет содержать аудиофрагменты Нимы Акалана Николая Гермогеновича Трофимова. Записала аудиофрагмент, аудиозапись и перевела на русский язык известный ученый Анна Николаевна Муреева в 1959 году. В 2008 году Анну Николаевну Мурееву брали интервью Марии Ильиничной Корнилова и Аизы Петровны Решетниковой. И вот в этом интервью она рассказывает, как она снимала, как она записывала у последнего Нимгакалана Николая Гермогеновича «Нимгакан» и «Кисман Диасонин». И она там рассказала о своем желании, чтобы сделать такое пособие, где будут содержаться вот эти фрагменты, аудиофрагменты сказителя. Николай Гермогенович Трофимов умер в 1971 году, и он оставил свои тетради Анны Николаевны Муреевой. И мы хотим создать такое пособие, где войдут работы, труды Анны Николаевны Муреевой и аудиозаписи Нимгакалана Николая Гермогеновича Трофимова. С нами работают учителя ивенгийского языка Ульяна Алексеевна Яковлева и Констанция Константиновна Петрова, которые работают именно в редакции этого аудиозаписи. Пособие будет содержать и венгийский текст, и русский, и будет сопровождаться аудиозаписями Николая Голосом Николая Гермогеновича. Нашим проектом является переиздание данного сборника. К нам буквально месяц назад приходил певец Победы, все вы его знаете, Александр Порфимович Самсонов. И оказывается, в 1994 году вышел вот такой замечательный сборник, вообще малым тиражом. И, конечно, вы сами видите, в каком состоянии выходил. Песни на стихи автора малочисленных народов Севера из репертуара народного артиста Александра Самсонова. И здесь сборник самым примечательным тем, что он состоит из песен, которые написаны на языках носителей самих. И еще оно сопровождается вот фортепианами. Именно в сопровождении звучания. Это значит, и текстовые будут, и фортепианные ноты будут, и еще пиар-коды с исполнением самого автора на языках носителей. Субтитры создавал DimaTorzok В музее также действует уже более 10 лет проект «Кочующий музей». Данный проект включает в себя экспедиционные работы и культурно-образовательное турне. Так, культурно-образовательное турне, там что входит? Программа ориентирована для детей и для взрослых. Там и показы наших музейных видеокспонатов, там и организации передвижной выставки. Ну, то, что мы делаем для населения, мы там и показываем. Не сидя в одном месте на Кирове 31, мы выезжаем в Улусы, получается. И по этому проекту на следующий год, к столетию ЕСР, наш музей приглашен с выставкой «Мотивы Сильвера» в Российский этнографический музей в город Санкт-Петербург. И мы прямо это гордимся этим. И помимо выставки мы еще покажем нашу культурно-образовательную деятельность для детей, получается. Потом, в 2023 году мы приглашены в Камчатку. В Камчатку именно по проекту «Кочующий музей». Не только наш музей, мы сотрудничаем с музеем из Оленька. И мы два музея объединившись туда поедем и организуем свою выставку и покажем свои культурно-образовательные программы. Также более 10 лет действует проект «Быстрого доступа» одним нажатием, где музей создает штрих-коды. Благодаря этой технологии постоянные экспозиции и передвижные выставки дополнены штрих-кодами, что дает возможность посетителю самостоятельно получать дополнительную информацию практически о каждом экспонате. В создавшейся эпидемиологической ситуации музей активно развивает просвещение в социальных сетях, проводит выставки, показы видеоэкспонатов, онлайн-мероприятия, мастер-классы, ежедневно по рубрикам выходят научно-популярные публикации и другие. Хочу отметить, да, вот за эти годы сотрудники музея Неркстана Слепцова и Иван Яковлев снимали, провели виде и аудиосъемку на моей территории, где была установлена яранга, это жилище предков. Я специально установила в своем дворе, и внутреннее убранство, точь-точь, как я помню в детстве, и это все сохранилось, старалась все это сделать. Те же черные чайники, те же кастрюли, ножи, хранение посуды матери, худак называется, все это сохранилось, и онлайн, который подвешивает чайники, кастрюли, это все-все в моей ранее установлено. И поэтому мне очень легко было рассказать тему, которую я хотела, и которую сотрудники музея у меня спрашивают. И в результате этих съемок был выпущен в музее диск под названием «Я веточка рода Донриткен». Это мой род, который проживали 200-300 лет тому назад на правом берегу реки местности Средняя Калма, в моем роде. Вот такая работа была проведена сотрудниками музея. Я очень рада за это. Этим летом, несмотря на ковид, и снова они приехали в мое стойбище, Иване и Нюргустана, теперь тема была другая. Там приняли участие мои внучки, две внучки, и потому как они с малых лет все время со мной ходят, и в музеи, и разные мероприятия, и они сами показали, как они делают, например, старшая внучка делает куклы на самих костюмах. Я когда-то вот давно-давно делала, я сама. Вот когда-то показывали, теперь продолжает моя внучка Ксения. Вот. А младшая внучка, она показала, как она украшение из бисера делает, учивает. Они это показали. А я сама показала, вот новая моя работа, это бьючное седло девушки, именно девушки. Вот. Как я старалась все эти приблизительно по всем канонам, да, вот это шить, все сделать. И подпруга там, и накидка, все-все сделано. И эта работа будет показана в ноябре. Сотрудники музея продолжают сбор материалов, записывают мастер-классы с мастерами. Антонина Степановна Христофорова в музее свой человек. Помимо выставочной деятельности члена общественной женской организации «Аборигенка», щедро делится секретами своего мастерства. Это наша вторая работа. Первая работа была чуть меньше этого, было там научных ссылок мало, там всего одна статья. Здесь мы постарались собрать все сведения, о эвенкийском костюме. Соавтор у меня Тамара Петровна Соловьева, тоже алданская эвенкийка, и она тоже задалась целью пропагандировать свою культуру эвенкийскую. Историю мы попытались всю охватить, начиная с древнейших времен, когда одеждой для людей была просто шкура. Вот здесь схематично нарисована. Они ее надевали, где были передние ноги, вставляли руки. Таким образом, это примитивная одежда. Ну, так в литературе пишется. Вот с того этого времени уже люди задумались о костюме, и она вот трансформация этого костюма с древнейших времен до наших дней. С этим музеем мы постоянно работаем. Вот объединение мастериц Северо-Аборигенка. Мы в этом году, вот недавно только весною, здесь выставили целый зал своих работ. Женский лик Арктики выставка называлась. И там выставились наши мастерицы. География у нас большая, начиная с Анабара, охватывая Алдан южных эвенков. И в основном и городские тоже эвенки выставились. С этими работами победители этой выставки Мира Арктики поехали дальше на сокровище Севера. И там они очень успешно тоже выступили. У нас в этом году очень много грантов уже написано. Мы уже отправили и ждем результатов. Первое это по эвенскому эпосу «Нолтэк» создание анимационного мультфильма. Потом Иркис Мандя, который рассказала Любовь Константиновна. Далее у нас еще проект по русским старожилам, тоже создание мультипликационного фильма по сказкам русских старожил. И еще вот буквально на днях мы подали на грант совместно с ассоциацией эвенков Оленюкского района. Называется у нас культурно-образовательное турне, кочующий музей называется. Это мы планируем на следующий год выехать туда. Наш музей выезжает в историко-этнографический музей, а потом на следующий же год, через месяц, Оленюкский музей приезжает в наш музей. Согласно проекту «Концепция источного развития коренных малочисленных нордов Северной Республики Саха-Якутия», на период до 2035 года также подготовлен проект «Концепция деятельности музея». Музей раскроет перед посетителями связующие нит развития музыки от фольклора до профессионального музыкального искусства. Каждая грань деятельности будет достойно представлена развернутыми инновационными программами. Сегодня, параллельно с текущей работой, ведется разработка новых направлений, несущих народам Якутии накопленные наукой знания о традиционной культуре народов Якутии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова